Как отличить чудо от лыжа-чуда? Сейчас просто очень часто там икона заплакала, икона кровоточит, там что-то потекло, там какой-то мира, там кто-то исцелился, кто-то прозрел, а по факту, как бы, это действительно, либо это как-то, не знаю, что-то придумывают, либо священники, чтобы к ним там пришли побольше? Это, конечно, проблема, да. В принципе, Христос нам дал очень простой метод поступки, да, смотрите на плоды, да, к чему это вводится, или что там кто-то гордится, что я чудотворец, или что люди просто, ну, уважают там какую-то икону бумажную больше, чем Бога, да. Да, надо смотреть на действие этого, да, если действие хорошее, если там действительно это дает как-то надежду людям, что это одушевляет приход там или людей, да, тогда, может быть, это действительно чудо, да, а если мы видим, что здесь как-то, что-то не то, да, что-то неправильно, именно люди как-то, которые с этим связаны, что они как-то от этого не получают пользу, а наоборот, да, повреждается этим, тогда, может быть, это тогда лучше подальше держаться. Здравствуйте. Вы верите, что каждый год в определенное число, выбранное православными Востока, на нашей планете происходит чудо. Бог посылает нам на землю благодатный огонь, который не обжигает какое-то время. Я считаю, что это невероятное лицемерие и вранье церкви, на котором просто наживаются. Если вы верите, то не боитесь ли вы, что однажды один из даже тех же верующих захочет проверить, так ли это. И оставит маленькую камеру технологии, позволяя в этой вот кувукле, да, где этот огонь сходит. Что тогда будет церковь делать? И снова начнет говорить, что вы все не так поняли и скажет, что все дураки необразованные. Из этого события делают настоящие шоу. Ведутся прямые трансляции на телеканалах. С России летит специальный борт за этим огнем. И везде говорится об этом как о чуде. Что это огонь, который сошел с небес, обладающийся их естественными способностями, который не обжигает. Не боитесь ли вы, что разрушив этот миф, начнут рушиться и другие? Вот вы вот лично верите вообще? Я сам не бывал в это время в Иерусалиме. Моя мама была уже два раза и как-то свидетельствовала, и ее очень впечатлило тогда. Я вижу, что действительно сейчас в последние годы в России вот это стало очень популярно. Может быть немножко даже слишком, поскольку люди прямо стараются вот этот благодатный огонь получать, и потом сидят во время Пасхи в самолете, чтобы его привезти в Россию или куда-то. И потеряют на самом деле смысл праздника. Да, может быть есть нехорошие моменты в этом. Но в основном, мне кажется, это большая благодать и утешение для православных. В истории не каждый год это сработало. И действительно бывали годы, когда вообще Патриарх часами там сидел, и ничего не произошло. И что касается, как сказать, критика или проверки этого чуда, здесь даже в этом чине включено проверки Патриарха, чтобы у него там спички не были и так далее. И это так раз делает самые блютые враги православных армян. Они включены в это, в этом чине, и должны это все следить и проверять. И это показывает, что да, мы не должны быть слишком как-то, ну, легкомысленные или легко верующие. Мы не должны все там сразу видеть чуда, чуда, чуда. Это действительно такая тенденция есть. Мы должны действительно относиться критически и с первого раза всегда смотреть, может быть, это не так. Даже в жизнеописаниях многих святых, когда они там слышали голос какой-то, да, с неба или были у них там какие-то визионы, они только в первые два раза их просто игнорировали. И потом в третий раз они сказали, ну ладно, хорошо, может быть, это от Бога. Действительно мы должны относиться именно к чудам очень как-то осторожно. Ну вот конкретно этот вопрос. Вот лично вы верите, что действительно вот патриарх там молится, да, и там вот откуда вот... Я точно не знаю, я не читал, там, по-моему, есть какие-то описания, где он рассказывает, что что-то там происходит, я не знаю. Но действительно ли вы верите, что реально вот это происходит, какое-то сверхъестественное, какие-то вещи, события, вот что действительно вот из ничего там откуда вот берется огонь, вот в это верите? Либо вы все-таки думаете, что это какое-то такое, какая-то традиция хорошая, там, я не знаю. Ну, я думаю, я в принципе верю в это. Я могу сказать, что может быть бывает, что там какой-то патриарх был, может быть, недостойный, который потом просто зажигал сам себе, потому что не получал, да. Такой может быть, я это, скажем, не исключаю, да. В общем-то, что этот чин, который уже столетиями существует, что это не просто какой-то там, ну, какой-то цирк. Я убежден, что это действительно так есть, да. Ну, а что будет, если действительно вот какой-нибудь даже верующий, там, прицепить где-нибудь в углу незаметно, да, камеру, и там действительно оно будет видно, что, ну, там, придет там патриарх, молится, а потом просто там зажжет, там, как-то, я не знаю. То есть есть же различные химические элементы, которые возгораются там сами по себе. То есть будет видно, что это человеческое все-таки, ну, как бы, человек. Тогда это может быть, как я говорил, может быть, там, нынешний патриарх как-то не удостоился этому чуду. Или, да, может быть, тогда это просто становится так. Но я пока... Просто вы уже понимаете, что вот реально может произойти? Ну, да, но я этого не боюсь. Я не буду сказать там, типа, ни в коем случае не проверяйте, потому что я не хочу потерять свою веру. Потому что именно это тоже, от этого ритуала не зависит моя вера. А других, вот, людей, которые действительно верили и, ну, многие просто верующие, вот, ссылаются на это, по сути, чудо. Когда в разговоре с атеистом ты разговариваешь и говоришь, слушай, у нас каждый год происходит реально буквальное чудо. То есть нисходит огонь, причем который даже не опаляет какое-то время. Он говорит, ну, ну, как бы. И потом происходит событие, да, допустим, сняли это все на камеру и встречаются опять же эти... И, как бы, верующий, как бы, скажет, он может сам потерять ее и расскажет, слушайте, блин, там действительно все это... Да. Ну, опять-таки, это не самый центральный как-то ритуал православия, да. И в этом, с этим не связана какая-то догматика или вообще вопрос о том, что православие правильное, да. Вот этот аргумент я часто слышал. Вот православие как-то правильное, потому что у нас вот это чудо, вот это доказательство. Да, да. Кстати, с упором Которика тоже. Я так не люблю. Вот мы должны иметь хорошие, лучшие аргументы, чем какое-то чудо, которое, может быть, и не это чудо, да, посмотрим. Но пока я считаю, действительно, есть такое чудо, и, может быть, на некоторых это имеет пока такое позитивное воздействие, что они думают, что, да, вот это, может быть, действительно, тогда православие правильное, да. И слава Богу, да, если это чудо, почему его не назвать таким, да. Ну, опять-таки, да, мы не верим во всякую, и мы стараемся быть не такие легкомысленными, да, типа, что, а, там где-то что-то говорил, значит, это, наверное, Таня. Мы действительно все проверяем, и мы действительно относимся как-то, ну, разумно и критически к таким вещам. Вопрос, что такое чудо, и как оно соотносится с законами природы, как обосновать возможность чуда? Есть такое неправильное понятие, что этот мир как-то управляется, управляется законами, да, и так называемые естественные законы, природные законы. На самом деле мир управляется Богом, его проведением, и да, его проведение надежное, да, солнце не падает просто на снегу, да, но это не закон, против которого Бог должен что-то делать, чтобы его как-то, ну, преодолевать или что-то. Сам Бог держит, скажем, все в руках, да, поэтому чудо, в таком смысле, это когда что-то неожиданное, да, что-то необычное происходит, да, но это не что-то против каких-то законов, да, современная, вот, естественная наука, она утверждает, что ничего не может произойти против этих законов, которые они уже на языком математики уточнили, да, и здесь я считаю, что это ошибочное понятие. Ну вот они же, вот эти вот законы, да, они заложены, по сути, в вообще мироздание, в бытие, во Вселенную, и по сути, по этим законам ученые даже до теории большого взрыва дошли, то есть они практически просчитали всю Вселенную, как она вообще образовывалась, и, по сути, не видно, чтобы что-то такое сверхъестественное происходило, вот именно с точки зрения, вот, науки, то есть не видно какого-то прямо-то вмешательства Бога, да, возможно, мы называем некое чудо, вот, которое происходит, то, что мы еще просто не смогли объяснить с помощью науки, то есть некоторые, например, вещи, вот, возможно, там, раньше, в древности, вот, люди видели молнию и гром, да, и объясняли, что это, вот, там, Бог гневается, вот, что-то такое, а потом пришли, как бы, ученые, объяснили, как это происходит с точки зрения науки, возможно, таких чудес, по сути, нету, чтобы, вот, мы могли назвать, вот, прямое какое-то вмешательство Бога. Опять-таки, я думаю, Бог вмешивается во всех делах, и любое атом держится в его руках, и здесь нету различий между каких-то законов, которые вложены в природу, которые позволяют природу как-то действовать саму по себе. Бог везде и везде и всегда присутствует, и, может быть, можно сказать, сам исполняет эти законности мира, да, и также может их не исполнять, и может их немножко менять, то, что ему нужно. Сейчас даже современная физика обнаружила, что некоторые вещи, они могут только точно определить, когда они этого наблюдают, да, а когда они не наблюдают, тогда сама природа, мне кажется, не определяется, да, это покажет, мне кажется, это показывает, вот, именно это, что у Бога есть большая свобода управления мира, вообще безграничная, да. Это Вы, по сути, говорите про квантовую физику, где сейчас вообще непонятно, как действуют частицы, и являются они вообще частицами, либо волнообразными. Код Шеренникова, да, известная. Интересно, ну, почему, можно спрашивать, да, почему Бог, с одной стороны, как-то очень верно, как-то исполняет какие-то законности, да, а с другой стороны, может быть, их нарушает. эти законности, да, и здесь, мне кажется, очень важно христианское понятие мира, что оно осмыслено, что история имеет смысл, а не просто действует по каким-то законам, да, а смысл она имеет только тогда, когда она имеет смысл для людей, да, для личной истории человека, да, только потому, что мы, потому что мы верим, что Бог управляет миром, мы можем сказать, что моя жизнь имеет смысл, и имеет какое-то направление, что Бог меня ведет, да, и смотрит, и что ничего случайного нет, да, и нечего бояться случайного, да, что вдруг из-за законов, там, какой-то камень на меня рухнет, да, и Бог как-то не предвидел, да, или просто не смотрел, такого быть не может, ага. Ну, то есть, есть различные сказания, сверхъестественные, то есть, там, либо, там, монахи по воде бегают, там, вот, мне сейчас часто, там, вот, и друг рассказывает этот пример, что они, как бы, не знали, там, каких-то научных, там, вещей, и им это совершенно не мешало бегать по воде, вот, как, вот, относиться, или, вообще, вот, некоторые, даже, из священников говорят, что, вот, жития святых, это, вообще, как бы, сказки, такие, вот, православные, то есть, как к этому, вообще, относиться? Ну, я убежден, что есть такие чудеса, и что они происходят, даже, постоянно, везде, есть, конечно, такие, большие, великие чудеса, как Вечер в Завете, что там море разделилось надвое, да, которые, просто, мы не привыкли даже, даже себе представить такое, да, но это показывает, насколько Бог действительно вмешивается, влияет на нашу жизнь, чудеса такие, да, они имеют смысл, они имеют какое-то значение, это не просто так, что вокруг там, там, святого человека просто все изменяется, да, а это так, что, что ради чего-то происходит чудо, да, есть такие, может быть, такие, даже, жития святых, где это может быть, может быть, немножко преувеличено, преукрация, просто потому, что, ну, святое, святое, да, поэтому, вообще, его ноги не прикоснулись к теме, да, нет, тогда я, я начинаю тоже сомневаться, поскольку смысла нет, да, а если, такой, если какая-то нужда, которые естественными способами нельзя было как-то удовлетворить или ничем, но какой-то цели не достичь, и там Бог помогает, да, святому, вот такими способами, тогда это вполне понятно, и я даже из своего опыта могу сказать, что, да, такие вещи происходят постоянно, потому что Бог осмысляет мир и не просто его оставляет своими законами, но самому управляться. Ну, а может, он способен, не нарушая законы, вот как-то просто это все делает, просто мы можем еще не способны объяснить, как это происходит. Тут вы упомянули про переход и спасение еврейского народа, да, через Черное море, то есть некоторые и богословы современные, и вот там уже старшие, скажем так, вот они это описывают как не буквально какое-то разделение, вот там, допустим, вот некоторые думают, что это Красное море было, или там с Египта как-то, вот там просто морей особо нету поблизости Египта, вот они это объясняют, что может они шли через какие-то болотистые земли, и те вот, которые пытались их догнать на колесницах, они просто застряли, не смогли их просто догнать, вот, а это как бы преувеличили, и вот для такого мотивационного и вдохновляющего какого-то такого эффекта, и евреи как бы вот так вот придумали, что это прям вот что-то такое вот грандиозное произошло. Ну, скажем, я, конечно, знаю, что человек склон к тому, чтобы преувеличить в сказках события, и там, и еврейский народ, наверное, также имел эту склонность, да, и мы даже видим, есть разные места в Ветхом Завете, где именно описывается вот это чудо, и в книге «Исхода» она, по-моему, там более скромно даже еще объясняется, чем потом, например, в «Салмах» или «Хрониках», где прямо говорится, что как вода стояла, как стена, да, ведь это тоже какое-то, есть какое-то развитие этого рассказа, да, но я думаю, все равно это должно быть большое чудо, потому что это как-то основа спасения Египта вообще создания этого народа и основания этого религия, и если бы просто не было чуда, тогда просто мотивации может не было даже у целого народа как-то менять свою веру, мне кажется, да. Но они же как бы смущались даже потом в пустыне, и… Да, тем не менее, да. То есть просто некоторые задаются вопросом, если действительно были такие чудеса, вот у нас даже в семинарии, то есть, ну, считается, что просто они какие-то сумасшедшие были, ну, глупые, видя такие чудеса, то есть они потом как-то еще тельцов каких-то там себе придумывали, то есть как это вообще можно объяснить? Да, ну, вот здесь мы прямо видим вот эту гордыню современного человека в отношении к древнему временам, да, что вот тогда они были все так, они все вегли, которым кто-то рассказывал, да, нет, там тоже были люди как-то, которые рассуждали, которые как-то с критикой относились ко всему, что рассказывали, особенно если что-то такое сверхъестественное. Вот и вот это любимое, любимый пример, да, критиков всех великих, как Фоябаха, да, что вот раньше мы верили, что это молния, это, это, там, Бог Божий, да, это, может быть, совсем, там, не знаю, 10-6 лет тому назад, да, так было, а в христианстве такого никогда не было, да, хорошо, когда гром идет, там люди немножко испугались, да, и до сих пор испугаются почему-то, да, даже неведущих, но все равно это немножко тоже преувеличено в эту сторону. Опять-таки, я думаю, нельзя просто сказать, что для каждого чуда должно быть какое-то естественное объяснение, да. Была такая попытка именно протестантские богословия в начале 20 века, так называемая демистификация, да, Евангелие, чтобы там всегда найти какое-то объяснение более естественное или соответствующее, как-то, этим законам природы, да, которые как будто существуют. Если есть законы, кто законодатель? А если Бог законодатель и законно-нарушитель, да, кто тогда полиция, которая его потом посадит, да? Он тоже он, да? Это просто, вот здесь, вот это слово, которое именно светские ученые придумали еще в XVIII веке, вот законы природы, да, еще, если не ошибаюсь, там Галилея, по-моему, начали такие вещи говорить. Это ошибочное понятие, мне кажется, потому что Богу не нужны какие-то законы, чтобы он запомнил, куда, куда нужно лететь солнце, да, в системе, да, или сколько раз, сколько оборотов, да, она должна иметь. Он управляет миром без никаких списков или шпангалку. Вот вопрос о святых. Как это вообще происходит? Что за комиссия принимает решения? И как они, ну, понимают, что человек святой или не святой? То есть мне опрашивают как-то свидетелей. Вот я на самом деле сам даже не знаю, как это происходит, то есть вот кто это решает. То есть возможно ли реально какие-то политические просто решения? Вот, например, был какой-нибудь там император? В русской церкви есть комиссия, которая как-то входит в состав архиерейского собора, который занимается, там, например, новым мучениками, разбирает там их, там, ну, исторические факты и все документы, которые они могут найти и потом принимает решение, да, это мученик или нет. Когда просто идет речь о святости, да, это немножко сложнее вопрос, потому что, да, там опять начинается, возникает вопрос, а чудо ли это было или не чудо, там, или кто-то придумывал, действительно здесь, опять-таки, нужно быть осторожным. Но один важный аргумент всегда есть именно почитание человека как святого. Не все на основе исторических каких-то исследований происходит, но и из-за того, что мы видим, что есть, например, место на его гробе, и так далее, люди приходят и как-то молятся к нему и от этого что-то получают. Это может быть такой менее рациональный аргумент, но для нас это очень важно, что если нет почитания человеку, тогда даже нет смысла говорить о просвещении его, о прославлении его. Ну, вопрос был, что, может быть, там бывают ошибки, или просто политические решения. Я конкретных таких случаев не знаю, потому что, слава Богу, это и в бизантийское время, и во время русской империи никогда не было как-то механизмом для политических действий, что, типа, вот, надо вот этот вот хороший там... Человеку его надо... Хороший царь. Надо его с ним вам там на иконе рисовать, чтобы показать, что это вот правильная политика была. Слава Богу, такого так откровенно не было. Сейчас, например, наверное, вопрос к этому направлен, что сейчас есть некоторые люди, которые считают и подсчитают Иоанна Грозного, царя. Сталина. Ну, Сталин, я думаю, здесь вопрос не стоит, поскольку он даже просто гонитель и губитель, и убийц, да, здесь вопрос никакого не может быть. Это просто чушь. Иоанн Грозный, там, может быть, какие-то аргументы, может быть, я не знаю, да, но факт, что никогда не было почитания его как святого, для меня уже достаточно, чтобы сказать, ну, давайте вообще не занимаемся, не будем заниматься этим вопросом. Потому что сейчас то, что происходит, это как раз, я думаю, политическое какое-то движение. Вот, и Путин, я думаю, это тоже еще рано. Некоторые, я видел, когда-то какие-то картинки, где он с нимпом уже, как бы его там... Ну, пророксировать хотят, да. 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 Продолжение следует...